Сумы, город, в котором произошла страшная трагедия, россияне обстреляли больницу, убили 10 человек в Сумах. Это было позавчера, мы еще не успели с вами это событие упомянуть в наших стримах. Но давайте пойдем более-менее как-то по порядку. Дарина Глушкова пишет. Не надо шутить то, что те ассоциации, которые приходят в первом ряду. Богал Темайнд пишет. Ох, Израиль зажег сауну. Я надеюсь, что Украина тоже сделает что-то подобное. Кстати, сегодня Израиль уничтожил партию какого-то российского оружия. Израиль много кого уничтожил за последние дни. И сегодня он уничтожил еще одного высокопоставленного чиновника из Балы. Но насчет партии оружия российского, это я до конца не уверен. Сегодня мы уничтожили большую партию иранского, наоборот, оружия. То есть у нас сейчас такой вообще идет ченч-бартер между Израилем и Украиной в этом смысле. Израильтяне бьют в Насралу. Израильтяне бьют в российское, возможно, оружие. Действительно, в Ливане. А мы бьем в иранское оружие. Иран таким образом теряет свои ракеты. Михаил, привет из Мадридов. И скоро до дому, спрашивает Ксения. Да, скоро до дому. Но в частности в следующее воскресенье стрим состоится или в субботу, или может там в воскресенье утром. Потому что в воскресенье вечером я буду уже по дороге домой. И не смогу стрим провести. Когда проведу? Ну я скажу там в пятницу. Точное время вам назову, так что домой скоро. Хотя, возможно, по дороге еще ждут меня некоторые приключения. Нас с вами уже 6800 человек. Лайки в 2700, а это значит пора их выставлять. И спасибо вам, конечно, за то, что на канале Штельман уже 521 тысяча подписчиков. Вы заметили, что я как-то стал более пассивно, что ли, просить о подписках. Гораздо меньше. Раньше 10 раз за выпуск. Сейчас всего 2-3, когда вспоминаю. Потому что кажется, я уже начал почивать на лаврах. Мне кажется, что миллион подписчиков никуда не уйдет. А это же не так. Сами миллион подписчиков не соберутся. Поэтому присоединяйтесь, дорогие друзья. Присоединяйся, кто может. Присоединяйся, кто может. Хотел я начать, пожалуй, вот с чего. С такой неожиданной даже мини-новости, казалось бы. Казалось бы, незначительной, но мне кажется, очень символичной. Потому что она впитывает в себя все остальное. Один из телеграм-каналов распространил видео. Вернее, распространили многие телеграм-каналы. Я увидел на одном. Итак, телеграм-канал. На нем видео. Как корреспондент телеканала «Россия». Значит, находясь в Нью-Йорке. Там, где был Зеленский. Зеленский встречался с Трампом, понятное дело. И телекорреспондент канала «Россия» пришел куда-то, где был Зеленский. Я подозреваю, что в «Трамп Тауэр», но точно там не обозначалось это место. И этот корреспондент через толпу охранников пытался задать вопрос. Ну, как любят, значит, папарацци, все вот это вот. Вопрос Зеленского. И сейчас я вам процитирую этот вопрос. Мне кажется, это шедевр. Шедевр, если отнестись к нему, извините, серьезно, а не с юмором. Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните, в чем проблема? Пообщаться, созвониться. Прочувствовали момент, да? Почему не хотите переговоров с Россией? Объясните, в чем проблема? Пообщаться, созвониться. Вот такой, прямо для меня, очень неожиданный вопрос от корреспондента телеканала российского, да, президенту Зеленскому. Пообщаться. Почему не хотите пообщаться? Созвониться, почему не хотите? Пообщаться. А у меня ответ. Любовное послание от Путина прямо, да, пишет Наташа Наталья. Согласен. Действительно звучит, как любовное послание. Почему ты мне не звонишь, Володя? Мы же можем просто пообщаться, созвониться. Позвони мне, пожалуйста, говорит Путин через корреспондента ВГТРК. Но, во-первых, логичный ответ, который непонятно, что Зеленский не отвечал, никому, кому он там будет отвечать, но у меня напрашивается такой ответ. Подождите, а вы что, оказывается, вы пообщаться хотели? Созвониться? Так это не так делается, или вы не знали? Вы 24 февраля 2022 года хотели пообщаться? Созвониться? Так вы позвоните. Ну, позвонили бы 22 февраля, ну, 24 февраля, 22 года, же могли бы пообщаться, хотели пообщаться? Позвонили бы сами, правильно? И сказали бы, что вам надо, что хотите-то. Ну, представьте себе, ну, если бы мирно, да? Понятно, что уже 8 лет шла война, Крым, Донбасс. Вот представьте, 24 февраля ночью, в 4.30 утра. Не. Начинают они войну, а звонят. Путин звонит Зеленскому в 4.30 утра. Ну, вы поверите, что Зеленский бы трубку не снял? Сказал бы, да что это бывшая меня дозванивает, достала уже ночью меня тут будить. Нет, Зеленский бы снял трубку. И все было бы по-человечески, по-нормальному, правильно? Путин бы сказал, Владимир, я звоню вам, потому что у меня к вам просьба. Какая просьба, спросил бы Зеленский? Ну, искренне подумал, ну, 4.30 утра. Чем-то тяжело, может, моральное состояние тяжело. Может, действительно какая-то просьба наболела на душе? И Путин бы сказал, Володя, Володя, я прошу тебя, я хочу, чтобы ты демилитаризировался, я хочу, чтобы ты деноцифицировался, я хочу Херсонскую область еще хочу, Запорожскую я хочу, Шубу хочу новую хочу, Крым хочу, Донбасс хочу, да, хочу, чтобы наркоманов разогнали в Киеве, хочу, 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 чтобы у вас русский язык был государственным, хочу. Машину новую хочу, ну, хотя бы колеса, чтобы ты мне поменял бы. И что там еще хочу, я уж сейчас не вспомню-то. Ну, вот, примерно, а чтобы ты в НАТО не вступал, не вступай в НАТО, Володя. И, понимаете, Зеленский бы просто ответил, нет, 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 нет. И на все бы ответил, нет, и повесил бы трубку. И что, все? Не надо было бы воевать, да? Не надо было бы воевать, так получается? Ерунда, правда, абсурд. Ну, конечно, абсурд. Так а что вы тогда, сейчас, россияне лезут с этим? А что, вы не можете пообщаться? Созвониться? Раньше надо было созваниваться. Раньше надо было созваниваться. Теперь, рано или поздно, эта война закончится только уничтожением государства Российской Федерации. Не будет такого государства. Не будет такой страны. Будет что-то другое. А этого не будет. И это Россия не оставила шансов на другое. Россия не оставила шансов. Вы хотели созвониться, вы могли это сделать. А теперь, кто с вами будет общаться? Зачем? Нам с вами о чем общаться? Вы убили 10 мирных людей в суммах в госпитале. Нам с вами вот это обсудить или что? Пообщаться, созвониться. Вы сегодня ночью сбросили 8 кабов на Запорожье. 16 раненых. Нам с вами об этом пообщаться, созвониться? Ну, вы скажите, о чем? Михаил, вы заболели? Да, ну, такое, как вам сказать, акклиматизация тут у меня такая тяжелой формы почему-то, да, произошла. Ну, бывает. А ведь это правда? Путин не может простить Украину того, что она его бросила. Не, ну, слушайте, так он ведет себя как бывшая. Ну, представьте себе, бывшая вам это, не знаю, у вас под окном в машине порезала колеса, правильно? Чтобы привлечь внимание, чтобы ты хоть как-то да позвонил. Ведь многие же так, правильно? Но вы знаете, вот у бывших много приемов, чтобы привлечь внимание бывшего. Ну, когда он уже ушел, все никак не это самое. Но ведь есть один распространенный такой крайний прием. Наверное, кто психологией интересовался, тот знает. Это, кстати, сейчас все, что я говорю, не относится никак ни к какому, так сказать, половому вопросу. Тут джендерное равенство полное. Потому что бывшие мужики брошенные ведут себя точно так же, как брошенные женщины. Те, кто неосознанные, не все, люди по-разному, некоторые же остаются нормально. Но брошенные мужчины тоже начинают там брошенным женщинам, там, не знаю, двери говном мазать и так далее. Поэтому хватает. Названивать вот по ночам бесконечно. Поэтому тут безгендерно относительно все, что я говорю. Я всех бывших простил заранее, пишет Саня Бакланов. Саня, ну вот то, что вы пишете, это и есть как бы на самом-то деле. Что значит простил? Что значит простил? Если бывший вас бросил, потому что вы ей больше не нравитесь. Ну, всякое бывает, да? Совсем всякое бывало. Но почему ее нужно прощать или не прощать? Ну, вы ей не нравитесь. Вы не обязаны всем нравиться. Она не обязана вас любить бесконечно. А если вы что-то не так сделали, почему вы должны прощать? Это что же, вот это оно и есть. Простил заранее. Бракоразводный процесс глобального масштаба с мордобоем и разделом имущества. Пишет Скептик. Добрый вечер, Михаил. Сегодня день города Мелитополь. Ему 240 лет. Поздравьте, пожалуйста, мелитопольцев. Ждем возвращения в любимый город. Мелитопольцы Украины на завжди, пишет Светлана. Светлана, во-первых, поздравляю вас лично с днем вашего города, действительно, Мелитополя. Во-вторых, поздравляю тех, кто мечтает туда вернуться. И, в-третьих, поздравляю тех украинцев, кто еще до сих пор находится в Мелитополе и нас смотрит. Таких все меньше. Потому что все, кто нас смотрел, уже постепенно оттуда почти выехали. Ну, почти все выехали, но не все. Я знаю, что там нас смотрят прямо сейчас. Я знаю, что, к сожалению, две трети населения Мелитополя – это русские оккупанты. Которые должны быть в любом случае депортированы оттуда по окончании войны, что бы с ними ни происходило. Вот я против рассмотреть насчет рассмотрения гуманитарных случаев. Человек уже обжился. Нет. Нет. Не будет гуманитарных случаев. Фух. Михаил, Путину мыло купили. Это хорошо, да. Так, пойдем дальше. Кусочек имбиря насереть на терке, заварить кипятком в чашке, остудить немного, добавить сок, пол лимона и ложку меда. Выпить. Пишет Александра. Нет, вы знаете, я думаю, что то, что вы написали, насрали уже не поможет. После 80 глубинных бомб, которые Израиль сбросил на бункер насралы, вот этот кусочек имбиря, натертый на терке, заваренный кипятком в чашке, остуженный немного, и добавленный сок, половина лимона и ложкой меда, не спасет насралу. По-моему, вот честно, вы зря, поздно вы ему пишете. Надо было раньше ему думать. И ваш совет запоздал. Если бы насралла прислушался к вашему совету лет 30-40 назад, когда он решил заняться террористической деятельностью. Если бы вместо того, чтобы ехать в Иран, изучать теологию, насралла взял бы кусочек имбиря, натер бы на терке, выдавил бы лимон, правильно? И это все выпил, то, наверное, насралла сейчас был бы жив. И, кстати, половина Бейрута была бы жива. И Ливан был бы цел, и Ливан был бы процветающей страной, как Бейрут был этим самым. Бейрут был ближневосточным Парижем до того, как там появился, ну, не только насралла, но и все остальные. И палестинские деятели, Илья Серарафат и так далее, когда там началась гражданская война. Вы знаете, вчера, вчера в Ливане праздновали гибель Насралы. Я вам письмо девушке из Ливана зачитывал на одном из, по-моему, это было на стриме или на одном из видосов. Зачитывал вам письмо девушке из Ливана. У нас есть зрительница из Ливана, она там живет с детьми. Она говорит, она украинка, дети ливанцы. Она говорит, ну что делать-то? Мы, говорит, хорошие ливанские. Мы против терроризма абсолютно. И сейчас мы не знаем, куда спрятаться. Так вот, вчера выяснилось, что в Бейруте, например, это в Бейруте, 60% жителей Бейрута категорически против Насралы. И они вчера праздновали его уничтожение. Мне вот интересно, когда мы чеканут Путина и скажут, что можно праздновать, да, сколько процентов жителей России выйдет стрелять в воздух из рогаток в честь этого истории, да? Сбросим все в чате и подарим Путину пейджер. Ну, насчет... Блин, мне не нравится, как я выгляжу с этой лампочкой, но если я выключу свет совсем, будет темновато, наверное. Я буду в темноте. Ладно, буду так уже. Хорошо, я буду некрасивый сегодня, простите меня. День воссоединения Запорожской и Херсонской области. Гуляют два дня. У нас день памяти трагедии Холодного Яра. А, это сегодня у русских какой-то праздник. Я понял, это я даже не знал. Ну вот, кстати, Евгений Черный считает, что 70% выйдут на Россию праздновать гибель Путина. Вообще, вот то, что сейчас сделал Израиль с Насралой, это ведь очень показательная история. Не только с Насралой. Значит, сначала Израиль стал уничтожать лидеров Хамаса. И главного лидера Хамаса, как его звали-то я уже и забыл, сейчас неважно, взорвали, когда он находился в Тегеране. Чуть ли не на поминках у Раисии, правильно? Или на Уграце, нового президента. Потом уничтожили всю верхушку Хизбаллы. Сегодня армия обороны Израиля опубликовала такую инфографику, сколько убито лидеров Хизбаллы. И выяснилось, что все лидеры Хизбаллы убиты. Просто все. Не осталось живых лидеров Хизбаллы. Хизбалла, как организация, насчитывала 100 тысяч человек, по самим отчетам хизбаллистов. Но оказалось, что у них больше нет начальства. И вот я сижу перед вами. Я сижу сейчас в Израиле, как вы знаете. И в любой другой день, как говорится, когда Израиль так бомбил бы Бейрут, как он бомбил сегодня, как он бомбил вчера, я бы сейчас сидел в бомбоубежище. Ну, в Мамаде, так называемом, в комнате защищенной. Но я не сижу в бомбоубежище. За все время у меня тут две атаки из Йемена ракетами баллистическими. Вот вчера в обмен на Насралу хуситы пытались убить премьер-министра Израиля Итаньяну. И баллистической ракетой выстрелили по аэропорту в Израиле. Ну, конечно, она никуда не долетела. Ее сбили еще над Иорданией. Обломки упали на Иерусалим. Под Иерусалимом. Но некому отдавать приказы. Некому руководить ответными ударами. Я сейчас имею в виду Хизбалу. Некому. Вся верхушка уничтожена. Мне кажется, что вот этот пример, то, что произошло, когда можно просто взять... Вот если бы начать... Был же вопрос какой у Израиля. Начинать ли тотальную войну против Хизбаллы? Начинать ли. Хизбалла, это террористическая организация, она находится в основном на юге Ливана и немного в Сирии. И вот стоял вопрос. После разгрома Хамаса приступать ли к войне с... Хизбаллой. И как-то долго выбирали, думали. А выяснилось, что не думали, а что готовили уничтожение всей верхушки. Тотальная война стоила бы огромного количества жизни. И ливанцев. Десятки тысяч могли погибнуть. И израильтян. Очень много могло погибнуть. Тут не израильтян в этой тотальной войне. Но если война ограничится вот этим, что просто взяли и разбабахали, значит, всю верхушку, все верхнее руководство, я посчитал. Вот в этой инфографике, которая распространяет... В этой инфографике, которая распространяет... Блин, я не могу. Меня раздражает, что так плохо я выгляжу. Сейчас попробую немножко пересечь. Простите. Ой, нет. Так вообще все видно. Отставить, отставить. Слишком много людей. Все. А то хозяев моих видно, которые меня приютили. Да. Вот на этой инфографике, которая израильская армия распространяет про убитых лидеров Хизбаллы, там 19 человек. Я подумал, вот я всегда говорил, что главных зачинщиков войны со стороны России их буквально 20 человек. Это их просто очень... У них не надо искать где-то, вычислять. Не нужно просить фонд борьбы с коррупцией составить список, а потом часть отмазать. Нет, не нужно. Берем просто вот кто входит в Совет Безопасности России на 24 февраля 2022 года. То есть кто единогласно признал так называемую независимость ЛНР, ДНР. И мы увидим список людей, конкретных людей. И там будет Путин, Медведев, Патрушев, Нарышкин, Матвиенко. Кто там еще будет? Лавров. Этот Собянин. Кто там еще у них? Как ее зовут? Набиулина, член Совета Безопасности. Силуанов, министр экономики. Ну и там еще человек 10 наберется. Я просто остальных фамилий не помню. Бортников, директор ФСБ. Шойгу, естественно. Это Совет Безопасности Российской Федерации. Вот теперь представьте себе, что точечно так же уничтожаются только они глубинными бомбами. Каким бы то ни было способом. Но в один день. И тут же, что изменится? Да, сегодня против нас воюет Россия. Сегодня против нас воюют 100 миллионов жителей России. 100 миллионов воюют против нас. Они делают снаряды, танки. Они кормят солдат. Они подвозят их куда-то, понимаете, на поездах. Да, они делают бензин. Но я думаю, что если уничтожить вот эту ТОП-20 одним ударом Чапаевским, причем можно же прямо во время заседания Совета Безопасности вот тоже 80 бомбочек и все как бы. То никто не будет отвечать. Некому будет принимать решение про какие-то ядерные удары. А кто будет принимать решение? Все вот эти л***и, которые по тюрьмам там сидят за коррупцию. Генералы Поповы? Ну серьезно. Кто будет принимать решение? Зам Лаврова по фамилии Рябков будет принимать решение? Кто? Помощник Медведеву будет принимать решение уничтожить землю ядерным ударом? Поэтому мне кажется, что точечная ликвидация вот этих всех людей, ну понятно, что Украина своими силами сейчас не может, но в целом это просто остановило бы самую кровавую войну 21 века. Вот такое простое решение. Да, да, да. Хух! Так насрало было в штабе-бункере? Да, да, да. Насрало было в штабе-бункере, конечно. Слушайте, он был на глубине, но сейчас там разные сведения поступают, никто же точно не сообщит вам, но пока все, что тут вот в Израиле удалось узнать, ну из прессы, понятно, из открытых источников, что штаб Насрало был на глубине от 60 до 80 метров. То есть это так-то 10-этажный дом, да? Нет, 20-этажный дом, что я говорю. Глубина залегания метро в Киеве такая, по-моему, да? Ну вот сейчас я посмотрю, самая глубокая станция метро в бывшем СССР, глубина станции метро Арсенальная. Это была самая глубокая станция метро в Советском Союзе. 105 метров. Это самая глубокая, там два эскалатора. То есть он был как в метро, считайте. В Тегеране было метро, но ездить на нем мог только Насрало. Не в Тегеране, что я говорю, в Бейруте. В Бейруте было метро, но ездить на нем мог только Насрало. И вот докатался он на метро. Его разбомбили именно там 80 глубинных бомб, 80 противобункерных. Хорошо. Хочу вам еще про одни бомбы очень интересные рассказать. Это в Киеве, да, это в Киеве такая история. Вам привет от энергодарцев из Киева, пишет Андрей. Да, вот тоже еще один город, куда надо возвращаться нам. И куда людям надо возвращаться. Энергодар, город атомщиков украинских. Разоренный россиянами город, уничтоженный россиянами город. Сейчас про другой удар расскажу вам. Про другой удар. Слушайте. Значит, сегодня ночью, как вы уже знаете, наверное, хотя, может быть, для некоторых это будет новость. Потому что первым ее сообщил Невзоров, сегодня ночью. И я сомневался, в каком смысле сомневался, потому что все это было в телеграм-канале Невзорова, а больше нигде не было. Ну, просто нигде. И вот буквально за пару часов до нашей с вами встречи генштаб украинский подтвердил, что Невзоров прав. И мне сразу вспомнилась одна фраза. Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне, сказал пресс-секретарь Зеленского вчера. И что мы получили? Первое, то, что уже подтверждено генштабом, поражение арсенала оружия с иранскими ракетами Волгоградской области. Котлубань. Хорошее место Котлубанью не назовут, как понятно. Котлубань Волгоградской области. Мы практически дошли до Сталинграда, правильно? Значит, сегодня ночью мы поразили арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющей информации накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами. Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭП и ПВО. Причем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов. Короче, говоря по-русски, мы разнесли к черту сегодня в этой Котлубани Волгоградской области склад с ракетами иранскими, вот этими самыми знаменитыми иранскими ракетами, от которых было столько сыр-бора. Это были те самые иранские ракеты, из-за которых американцы и сказали, что, ну, было ясно, так скажем, что американцы скорее всего разрешат нам бить вглубь Российской Федерации. Это были те самые иранские ракеты, из-за которых к нам, если вы еще помните, 4 недели назад, 3 недели назад приезжал Блинкен, да, последний визит Блинкена у нас с вами был какое-то было число, 10, ну, плюс-минус 10 числа, то есть все-таки 2,5 недели назад к нам приезжал Блинкен и тогда шел разговор о разрешении бить в глубину Российской Федерации. И потом началось, ну, да, наверное, скоро разрешат, но, может, не сейчас, может, после Генассамблеи ООН. Генассамблея ООН закончилась, что произошло сегодня? Котлубань, иранские ракеты, беспилотниками, как всегда, сожгли. Ну, вы представляете, что такое беспилотник, и что такое средство хранения ракет баллистических? Ну, как вы беспилотника можете взорвать так, чтобы сдетонировали к черту десятки, если не сотни иранских ракет? А еще одновременно в этот же самый момент, в этот же самый момент, на аэродроме в Ейске мы тоже что-то сделали. Невзоров утверждает, что мы взорвали там ракеты Кинжал, склад с ракетами Кинжал. Это к телеграм-каналу Невзорова. Пока этого не сообщал наш Генштаб. Но завтра, послезавтра мы получим спутниковые снимки из Ейска, и мы все увидим. Понимаете? И вот вопрос у меня возникает. А это точно беспилотники? Я уже знаю ответ. Ну как, примерно, конечно, точного никто не знает. Ну, поспрашал всяких людей. Но я что-то решил, что я вам рассказывать сейчас не буду. Ну, просто зачем дразнить гусей. Но я вам по-другому скажу. По-другому это сформулирую. Я понял сегодня одну важную вещь. Совместил А и Б вместе. И что я понял? Вот Путин поменял в четверг ядерную доктрину. Россияне поменяли ядерную доктрину. Бессмысленность такого мероприятия вам уже описывал. Ну, типа, зачем менять ядерную доктрину, если все равно все решает один человек. Но я понял. Это был асимметричный ответ. Смотрите. Значит. Казалось бы. Американцы ушли думать, разрешать ли нам бить по территории России. И пресса западная вдруг, она сначала писала, да все, решение уже не было. уже принято. Песков говорил, решение уже принято. И все сказали, да решение уже принято. Решение принято, уже все точно. Нам точно все разрешили. Ну, все это СМИ, Блумберг, там, Wall Street Journal. Все сказали. А сейчас вся та же самая пресса пишет, ну, сейчас все сомневаются, наверное, после выборов сразу разрешат, немедленно, скорее всего, ай-яй-яй. А в это время мы наносим абсолютно смертоносные удары по российским ракетным складам. сначала в Твери, потом, вот сейчас, ну, кстати, был еще отдельный удар в Краснодарском крае, сейчас удар в Волгоградской области, и расстояние, на котором мы наносим эти удары, это сотни километров, это дальше, чем Атакамс бьет. И вот сейчас мы с вами должны поверить, развесить уши, и поверить, что просто нам повезло, что повезло, что беспилотник, который россияне прощелкали клювом, прилетел, и как-то влетел в помещение с ракетами, и там все взорвал, и оно все сдетонировало. И так четыре раза, понимаете? И тут он наступил на грабли, и так восемнадцать раз. В это поверить я не готов. Сдается мне, что все-таки нам все уже давно разрешили, но не обычным способом. То есть, американцы нашли некую лазейку. Ведь американцы каждый раз формулируют как? Они не говорят, мы не разрешаем, мы запрещаем. Они говорят, наша политика не изменилась. Разрешить бить-то можно разными способами. Понятие вглубь России можно рассматривать по-разному. Да что уж там, честно вам скажу. Только между нами, никому не рассказывайте. Понятие американское оружие тоже понятие растяжимое. А если мы его купили в Кении, это оружие. Если кенийцы его запаковывали. Помните, может быть, был фильм «Парни со стволами». Это был фильм про «Ворд Догс», он, по-моему, назывался, комедия такая, где ребята молодые торгуют оружием и продают в Ирак американской армии оружие. Они как бы официальные поставщики Пентагона, им надо было поставить патроны, и они купили патроны в Албании, думая, что это советские патроны для автомата Калашникова, чтобы поставить их афганской армии по заказу Пентагона. Но когда они уже купили эти патроны, они вскрыли ящики, цинки, а оказалось, что это все китайские цинки, что патроны все китайские. А условие было, что патроны должны быть советского производства, а не китайские. И они просто переложили, а там 10 миллионов патронов, 10 миллионов что ли. Они эти 10 миллионов патронов пересыпали из цинков пакетики пластиковые, чтобы скрыть то, что это китайские патроны. Так вот, с точки зрения легальной, то есть с точки зрения юридической, возможно, то, чем мы стреляли сегодня по вот этим складам ракет, не являлось американским оружием. Вот и простой ответ, понимаете. И тогда россияне и придумали вот этот тоже асимметричный ответ с изменением доктрины. Почему? Ну, россияне-то знают, какое решение принято. Мы с вами не знаем, я не знаю, вы не знаете. В России знают, какое решение принято. Я думаю, что им даже можно было сообщено, что так вот так, а так не так. И тогда россияне меняют свою ядерную доктрину, в которой они что написали? Что если безъядерная держава, то есть мы Украина, наносят удары по России при помощи ядерной державы, то, и дальше, помните, что там написано? А, воюют, извините, при помощи ядерной державы против России, то можно применять в ответ ядерное оружие в случае, если, там прямо прописано, там переписаны восемь случаев разных, или пять, но один из них в случае, если есть атака беспилотников на территорию России. То есть они нашу атаку наших беспилотников теперь, согласно новой доктрине, воспринимают, как ядерный удар со стороны Америки. Американцы решили обойти, и россияне теперь решили, что, а мы вот бумажкой перекроемся. Ну, перекрылись неудачно, никого их бумажки сильно не, это самое. Так, сейчас я забаню человека по имени Влад, потому что, Влад, вы просто не знаете, я понимаю, Влад, что вас прислали эти самые российские, это я понимаю все, но у вас есть недостаток, Влад, вы когда присылаете значит своих сусликов, там, Россия, АУ, когда присылаете вы присылаете каждый раз одних и тех же, тогда может у них будет шанс выжить в этом чате, а то они же правила поведения не знают, новые суслики, их и банят сразу, и узнают по некоторым признакам, а каким я сейчас не скажу, надо было раньше смотреть, вы теперь садитесь всем отделом своим ФСБшным и пересматривайте все мои прошлые стримы, я там правила поведения всем объясняю, а Влад вас повел себя не по правилам поведения, все пишут про то, что Бабий Яр сегодня день скорби, что правда, конечно, конечно, но вы знаете, еврейский народ выжил, и выжил после Бабиева Яра, и выжил, и сегодня еврейский народ построил себе государство Израиль, и построил себе государство, которое много раз пытались уничтожить соседи, и построил самую сильную армию в регионе, по крайней мере, построил такую сильную армию, что там, например, соседние страны разумные, такие как Египет и Ордания, решили, что им себе дороже воевать с Израилем, и Сирия даже не пытается воевать с Израилем, и только психбольные, типа Хамаса и Хизбалы пытаются воевать с Израилем, и все, и больше уже никто. Вот, а теперь, представьте, это все было после Бабиева Яра, после Бабиева Яра, а теперь то, что творят россияне с украинцами, геноцид, массовое убийство, разрушение городов, страшные пытки, все они это делают, россияне, по отношению к украинцам. И вот сейчас главное украинскому народу выжить, выжить, и после этого украинский народ соберется, мне кажется, как сказать, мобилизуется, как израильтяне мобилизовались, евреи очень после войны мобилизовались, сказали, мы так больше не хотим, Нево и Гейн, никогда больше сказали евреи, никогда больше не застанет нас враг неорганизованными, никогда он не застанет нас так, что мы живем в каких-то своих там коммунных, в своих общинах, не верим ни во что, ну как евреи жили, вторая мировая война, да, им говорят, надо бежать, там немцы убивают евреев, ну что вы, немцы, интеллигентные люди, о чем вы говорите, так и у нас про русских многие не верили, правильно, так и у нас про русских многие не верили, теперь уже все будут все верить, все все будут знать, и Украина, мне кажется, подготовится по-настоящему, Украина создаст самую сильную армию в регионе, а для этого есть все, у нас теперь есть и лучшие инженеры, и лучшие разработки, и миллионы мужчин, прошедших фронт, которые не захотят уже жить по-другому, которые скажут, нет, нет, мы хотим хвост и в гриву, всегда иметь возможность этого в любой ситуации, вот мне хочется, чтобы Россия, когда развалится, чтобы она развалилась на 80 государств, которые откажутся воевать с кем-либо когда-либо, поняв, получив, помордас, и останется там 3-4 мелких там страны, какой-нибудь там, не знаю уж каких, в России, какая-нибудь тува, которые скажут, а мы будем все равно воистным племенем будем воевать, и вот мы их будем х**ить каждый день, как Хамас и Хизбалла, что-нибудь такое, понимаете, ну или Москва, не знаю, вот останется Москва, которая будет кричать, а я хочу воевать, я хочу воевать, вот это нужно, да, Михаил, вы можете вести за собой миллионы благодаря правде, спасибо, пишет Александр, Александр, да, ну куда мне вести-то, куда мне вести, куда не иду, я замполит, ведут командиры, а я всю жизнь с ним был, да и тем еще много, нас 25 690 человек, что это говорит о чем, что сегодня какой-то важный для всех день, мы сегодня понимаем, что мы в каком-то переломном моменте, раз нас сегодня соберется 30 тысяч, я верю, что сегодня может собраться 30 тысяч, значит вы и чуете, мы и чуем все вместе, что непростой сегодня день, необычный, и смерть насралы, знаете, каким он парнем был, и удары сегодня ночные по складам, это точка перелома, мне кажется, мы сейчас в точке перелома, перелом, да, мы не убьем завтра Путина, и не убьем мы завтра 20, не ликвидируем мы 20 главарей путинской банды, нет, этого завтра не будет, но я вижу по вашим вопросам, что путь мы в общем выбрали, что по нему мы идем, да, Наталья Валевина пишет, а дыши на витаю, и уважаю тихого вечера, та ночи, співчуття родинам загиблих, и видужанне пораненым, каждого дня, гибнуть цивильные, захисники, руйнуют села, и места, знищают природное богатство, и так можно продолжить, и продолжить, в мене питання, умного одного человека, люблю иногда, сейчас я в поездке, поэтому очень мало удается мне послушать других людей, видео, я послушал Антона Долина, у него спросили в интервью, он в Грузии, Антон Долин кинокритик, выступает в Грузии, простите, что я так скажу, выскажусь громко, что ли, вот Антон Долин, человек, который ехал из России немедленно с начала войны, просто в первый же день уехал с семьей из Российской Федерации, несмотря на то, что был, как говорится, хорошо устроен в России, да, но сказал, нет, я готов ни в каком виде с этим примиряться, и вот его видео, я слушаю его речи, они все более глубокие становятся, ну, человек очень много думает, он написал книгу, которая называется «Плохие русские», «Плохие русские», и эту книгу он представлял вот в Тбилиси вчера, поэтому было видео, его интервью в Тбилиси, ему задают вопрос, корреспондент, мне кажется, что сейчас Антон Долин как-то постепенно, постепенно вытесняя остальных, он молодой человек, ему 43, полгода, я точно не знаю, и вот мне кажется, он становится как бы главным интеллектуалом русской эмиграции, что ли, он уже больше не кинокритик, он больше, он вырос из себя, как из кинокритика, у меня такое ощущение, и вот меня спрашивают, говорит, а вот скажите, вот Путин там то, Путин все, Путин пятый, Путин десятый, он говорит, так а что Путин, что вы хотите от Путина? Это все не Путин, был запрос от народа, на это был запрос, и Путин, и его братья, как бы, всего лишь откликнулись на этот запрос от жителей России, и говорит, ведь на что запрос, тоже, вот говорят, нет идеологии, говорят, нет у россиян идеологии, говорит Долин, но это не так, она есть, просто ее никто внятно формулировать не может, а что, ну не Дугина слушает, да, он не умеет, он городской сумасшедший, он не может ничего сформулировать, но при этом, говорит, конечно, есть идеология, идеология простая, сила важнее всего, что вся правда в силе, если я сильнее, то я и прав, мы опираемся только на силу, и после этого, когда вот этот корреспондент телеканала России приходит с Зеленского, а что же вы не созвонитесь, что же вы не поговорите, а зачем разговаривать с людьми, которые верят в культ силы, верят в превосходство силы, ну и всю остальную, там, идеологию описал, достаточно кратко, емко, я к чему все это говорю, вы говорите про ненависть до украинского народа, но эта ненависть существует только у россиян, существует, она, конечно, по отношению, мне кажется, россияне ненавидят всех, ну точно, точно, я вспомнил, он там что подметил, говорит, ну вспомните, чем занимались, занимались принижением всех остальных, всех, кто не русский, говорит, вспомните, вот комедиклаб, типа как комики, типа они шутят, но при этом, Гарик Харламов, там, лидер комедиклаба, доверенное лицо Путина, и про что они шутят, про то, что иноземцы плохие, ну, это кавказцы, какие плохие, они шутят над кавказцами, над таджиками, правильно, в нашей Раше издеваются, то есть абсолютное, вот это вот издевательство над другими народами, любыми, у них все народы, у них все народы, все, все, они ненавидят всех, не только украинцев, и второе, говорит, богатые все придурки, они, можно шутить над богатыми, можно шутить над иноземцами, больше ни над чем нельзя, все, точка, это все темы для юмора, все, и так в России уже давно, уже больше 20 лет, что шутят над иностранцами, иностранцы все, причем, заметьте, в 90-е завидовали иностранцам, просто завидовали, он иностранец, ей повезло, она вышла замуж за иностранца, помните интердевочку, выйти замуж за иностранца, это было высочайшее достижение, мы на работу взяли иностранца, они даже не говорили какого, правда, это я помню, на работу взяли иностранца, у нас даже иностранец купил наше помидло, вот преклонение перед иностранцами было в 90-е, а в 2000-е иностранцы все придурки, все, мы крутые, иностранцы, вот это был запрос, и на это откликнулся Путин, и Путин ответ на этот запрос, да, РФ ненавидит всех, именно, да, чужих, всех чужих, все чужие, и дальше они разделились на две категории, кстати, очень яркие, вы знаете, вот, точно, вот есть два таких наследственных военных, один, который вел канал еще не поздно, помните, я не помню, как его звали, вы, наверное, видели, который с Ургантом кино снимал, вот он Дудю давал интервью, уже после Буча, а он типа военное училище заканчивал, и военным был, и у него спрашивает Дудя, слушай, ну после того, что в Буче русские сделали, русская армия, ты изменил свое отношение к российским военным, он говорит, нет, и заплакал, российские офицеры, самые лучшие люди в мире, а в это же время комик, из комедиклаба он был, ну из стендап-шоу, белый такой, его фамилия, белый, не помню, как зовут, с ним недавно, Татьяна Лазарева брала интервью, вот он уехал из России, потому что он отказался сотрудничать с этим всем, и он военный, он сам учился в военном училище, и отец у него, по-моему, тоже военный, если я не ошибаюсь, типа наследственная военная, сказал, нет, российская армия это, или вот, совсем уж такие персонажи, которые казались реально клоунами в какой-то момент, а оказались людьми, я вам скажу, просто вы говорите, все одинаковые, вот был такой Поклонский, он был, не Поклонская, который Наталья Поклонская, а Поклонская, его, по-моему, фамилия была, что ли, он, Миромакс групп, он построил башню федерации, самое высокое здание в Российской федерации, строительный магнат, миллиардер, который пошутил, как-то неудачно, на этом самом, Белазурном берегу, что у кого нет миллиарда, пусть он тут, и потом над ним шутил Сурков, на встрече, с администрацией, президента России, а вот смотрите, у меня нет миллиарда, мне идти, или как, спросил Сурков, у Поклонского, Полонский, Роман Полонский, Полонский, не Поклонский, и вот Полонский, да, вы правы, спасибо, ННФ, значит, Полонский, он, выступал в Дубае, давал интервью в Дубае, пару-тройку интервью разных совершенно, и говорит, я считаю, что десантура облажалась, ему говорит, подожди, говорит ему корреспондент, ну ты сейчас вот в душе поешь, хотя бы в день десанта, там, песня, он десантник, говорит, раньше я праздновал, сейчас нет, я считаю, что десантура облажалась, все, они опозорены, десантники опозорены вот всем, что они творили в Украине, говорит Полонский, то есть человек сам, отслуживший в десанте, и раньше праздновавший, певший эти песни, говорит, они облажались, он это понимает, вот Мони Бенц правильно пишет, от Панина не ожидал, ну кто ожидал от Панина, что он окажется человеком, а вот как оказалось, ну это ладно, это уже другая тема, Анатолий Белый, пишет Анна, простите, что я его и... Нет, Анатолий Белый, это актер, а я про комика, стендап комика, я про другого человека говорю, ну комик белый, сейчас я, подождите, наберу, как его, комик, комик белый, белый, вот он, Руслан Белый, Руслан Белый, я про Руслана Белого, да неважно, знаете вы его даже, не знаете вы его, я всего лишь ответил на претензию, что они все одинаковые, нет, ребят, ну нет, но сейчас те, кто идет на войну, это другое, сейчас уже каждый, кто идет на войну, либо ку**, тогда мы все понимаем, либо он не знает, что россияне творят в Украине, и тогда он тоже ку**. Александр пишет, самый яркий пример латынина, игнорировать или писать, или пожаловаться, что самое эффективное, и так далее. Александр, я так понял, что вы сейчас говорите про людей, которые ютюберы, так сказать, стримеры, и так далее, то есть лидеров общественного мнения, не то, что вы с кем-то посрались в чате, а про лидеров общественного мнения. Ну вот, во-первых, вы когда-то говорите, это точно торчат кремлевские уши, с этим надо быть очень осторожным, я всегда очень осторожен. Не пойман, как говорится, не вор, но пока это все не, надо и преследовать не человека, а обсуждать его слова. Вот когда латынина, я же никогда не говорил, латынина плохая, латынина там служит тому, или служит всему, я этого не говорил ни разу, но я каждый раз, если слышу от латыниной что-нибудь, что мне кажется, льет воду на мельницу нашего врага, я говорю, посмотрите, латынина сказала вот это, это льет воду на мельницу нашего врага. Это, знаете, в одной книге про фашистов было такое, когда там два мальчика, близнецы они, по-моему, и в Польше это происходит дело, они поляки, и им немецкий ефрейтор дал одеяло, чтобы они спать могли под одеялом, и они там разговаривают, мы ни в коем случае не должны говорить, что этот немецкий ефрейтор хороший, мы должны говорить, этот немецкий ефрейтор дал нам одеяло, чувствуете разницу, да? Он не хороший от того, что нам дал одеяло, он нам дал одеяло, то есть мы это запомним, в какой-нибудь момент мы вернем ему каким-то ответным жестом тоже, но он не становится для нас человеком, это важно, для нас российский оккупант не становится человеком от того, что он кого-то спас, понимаете, он не становится для нас человеком, если он спас украинца, он не становится человеком для нас, просто мы это вспомним на суде над ним, это ему зачтется на суде, но мы не можем сказать, что он хороший, он же пришел сюда воевать, то есть он точно наш враг, уже в любом случае, уже в любом случае он наш враг, и конечно же в бою его точно наши уничтожат и будут правы, но потом на могиле напишут, здесь лежит оккупант такой-то, который, кстати говоря, спас девочку, которая тонула в Азовском море, правильно? Ради бога, но сначала уничтожен, Алекс пишет, Михаил, латынина, не еврейка, я даже не знаю, что мне делать с этой информацией, куда мне теперь, пойти в МИД, в МВД Израиля, сообщить, сообщаю вам, латынина не еврейка, я думаю, это не страшный грех быть не еврейкой, простите меня, пожалуйста, да, увидел в РФ оппозицию, он видит невидимое, Шетельман увидел в РФ оппозицию, он видит невидимое, я вижу оппозицию, только она вся не находится в РФ уже, она находится уже за границей, конечно же, так называемая, а вот, пожалуйста, Ирен Рубан пишет, так называемая оппозиция Раши, пытается внушить нам, украинцам, что Украине не стоит сопротивляться, России, и только слушаю вас, Михаил, вижу взвешенную аналитику, на душе становится спокойно, да, вот это, про это я много раз говорил, возмущался, и латыниный, который дает советы Украине, вот, кстати, знаете, вот снова, я вернусь снова к человеку по имени Антон Долин, почему, объясню, во вчерашнем этом интервью, по поводу его книги в Тбилиси, у него спрашивает корреспондент, скажите, вот вы же были на оппозиционных митингах всех в России, да, говорит, был, вот вы нам, грузинам, что посоветуете, вот у нас сейчас там такая ситуация, правительство, возможно, пророссийское, как нам себя вести, на что Антон Долин, вот первый человек из России, который он такое услышал, первый, честное слово, первый, говорит, мне кажется, мы россияне, последние, кто имеет право давать кому-то советы, ну молодец, нет, ну человек крутой, да, вот так прямо про себя сказать, мы россияне, последние, кто кому-то может давать советы, причем он имел в виду, и то, что говорит, мы облажались, потому что мы не смогли свернуть Путин, мы допустили эту войну, мы проглядели, просмотрели, допустили, ничего с этим не сделали, и не смогли сделать, это как, знаете, здесь в Израиле есть целое движение, я вам, наверное, уже рассказывал, но приехал, поэтому, тыквенные латы называется, откуда оно пошло, понаехали, значит, из России беженцы, началась война, и в Израиле многие ломанулись, ну потому что в Израиле-то хорошо, а в Москве не очень, и в Израиле в тюрьму не сажают за политические взгляды, ну не сажают, но, девушка выразила возмущение, одна, она бывшая сотрудница, Эха Москвы, что характерно, так же, как еще некоторые, Венедиктовы, да, говорит, понимаете, здесь в Израиле ужасные условия жизни, в кафе нет тыквенного лата, в Москве есть, а в Израиле нет, да как, что это за страна, и вообще тут послушаешь людей, которые, ну это сейчас я с ними не общался, но в прошлый приезд, людей из России, какой низкий уровень сервиса в Израиле, то ли дело в Москве, вот я когда слышу от россиян, что Москва по-прежнему остается лидером по сервису в мире, то эти люди, выехав из России, так и не вынули Россию из себя, мне кажется, из себя не вынули Россию, и не сказали, что весь этот уровень сервиса в России обеспечен Путиным, путинским режимом, рабами, бесплатной нефтью, привезенными миллионами рабов из Центральной Азии, эти миллионы рабов из Центральной Азии обслуживают москвичей, да, день и ночь, поэтому сервис очень хороший, но вы знаете, как говорят местные израильтяне, мне на эту тему, что москвичи, говорит, понаехали эти россияне, и требуют, чтобы официанты были вышкаленные, у вас говорят, официанты не вышкаленные, но у них в Москве официанты таджики и узбеки, а у нас в Израиле официанты это наши дети, поэтому мы не собираемся их вышкаливать, вышкалить. Вот такой вот тыквенный лад, так сказать, здесь получился, но здесь с тех пор тыквенный лад, и слово вошло, так сказать, как притча во языцах, назвали это тыквенная эмиграция, тех, кто приехал от Путина, сбежав, потому что приехали, и они дают советы, как улучшить, у меня есть идея, как улучшить Израиль, слушайте, вот это я слушал одного стендап-комика, другого, кстати, тоже абсолютно антивоенного, из Москвы человек, приехал, дает интервью, и он сказал, сейчас собираюсь, говорит, уезжать отсюда, из Израиля в Америку, прожил два года, но уезжаю в Америку, он мне спрашивает, а почему уезжаешь, но все-таки здесь много очень тяжело, недостатков и так далее, ну а что-то менять, он говорит, да понимаете, я пытался давать советы, но нас не хотят слушать, как здесь надо что поменять, то есть люди, прожившие всю жизнь в России, приехали в Израиль, и пытаются давать советы, как и что надо в Израиле поменять, вот знаете, кого они мне напоминают, сказать вам, я по секрету вам расскажу, угадает кто-нибудь, вот пожалуйста, с первого раза кто угадает, кого напоминают мне такие люди, которые приехали в Израиль, и дают советы, что в Израиле надо поменять, кого они напоминают, одно слово только надо написать, одно слово, кого они напоминают, мне лично, кого они напоминают, мне, лучше Тельману, Кого? Шарикову, Латынину, Россию? Нет. Советских? Нет. Семен, правильно, правильно, Ира, правильно, Ира, да, да. Вот Ира, Ира смогла написать правильный ответ. Кто еще? Только Ира пока написала правильный ответ. Меня они мне напоминают, меня, меня, меня. Я приехал сюда, в Израиль в 1991 году. Из Советского Союза. Вот, мы все такими были, пишут, Ира, да. Я приехал в 1991 году из Советского Союза, и я считал, что я знаю, как надо. Что здесь все неправильно устроено, оказывается. Посмотрите. Что они вообще такое устроили тут? Как они могут вот этим разрешать этой партии существовать? Она же против интересов страны, так сказать. Ну, коммунист же, понимаете, коммунист. Или там, какие статьи я писал в газетах, стыдно вспомнить. Я здесь писал статьи в газетах. Стыдно вспомнить, потому что я писал, как настоящий коммуняка. Я других-то способов управления страной не видел, не знал. Я не знал, что такое демократия. Да к армии я плохо относился. Я считал, что армия-то такие мародеры, убийцы там и так далее. В том смысле, что, ну, всяко там, офицеры все тупые, всяко там дедовщина. А как еще? Думал я. Не понимаю, что здесь армия просто вообще другая по определению. Еще спорил, как... Понимаете, спорил, как... Вот, поэтому это все напоминает мне, меня. Но у меня 33-летней давности. Вот так. Надо писать не тыквенные, а гарбузовые латте. Ну, так они скажут, что на иврите нет слова гарбузовые, вы же понимаете. Вообще скажут, что это здесь на иврите? Кстати, знаете, что подмечают мои местные друзья? Мои местные друзья, все, в общем-то, приехали сюда тоже 35 лет назад. 34, 33, 35. Говорят, вот как интересно. Мы когда приехали, все, мы выучили иврит сразу. Ну, все, реально. Я через там 3-4 месяца, 3-4, не помню, месяца учился в университете на иврите. Ну, потому что как-то надо было жить, правильно? А те, кто приехал из России 2 года назад, из-за того, что война началась, из них меньше половины выучили иврит. Меньше половины. А остальные, ну как? Это все должны по-русски же разговаривать, правильно, ради них? А? Ну, а как еще? Будем мы этот местный язычок, понимаешь, учить. Так, что еще мне тут? Нас уже почти 30 тысяч, 29,5 тысяч. Лайков не хватает немножко. Ну, и подписку я просил. Сейчас 521 тысяча. Раз уж я вспомнил, подпишитесь, пожалуйста, на канал Штальман. Идем дальше. В общем, про оппозицию, ладно. Ладно. Хватит, хватит, да. Пытаются нам советы давать. Да, так я хотел сказать, вот кто Пастухов нам все время рассказывал, как нам надо. Латынина рассказывала, как нам надо территорию отдавать. Как украинцам надо то отдать, все отдать. Ходорковский поначалу сказал пару советов, потом осекся и заткнулся, надо сказать. Больше таких советов не давал. А так-то находятся доброходы из российской оппозиции. Кох сколько нам советов давалось, помните, да? Ну, типа, я в Германии живу, я не русский оппозиционер. Ну, здрасте. То он построил эту систему. Газпром. Вот сейчас, да, антипутинский, пожалуйста, ради бога. Но советы украинцам от того человека, который погубил телеканал НТВ, нам как бы, наверное, вряд ли надо слушать. Правильно? Нет, то, что он советы российской оппозиции, это ради бога. Но не украинцам же. Вы, пожалуйста, от нас отойдите. А там советами своими разбрасывайте. Тут ведь важно как. Вот почему, кстати, эти русские оппозиционеры не дают советы сами себе? Почему они... Вот знаете, меня больше всего возмущает. Я, может быть, 85-й раз про это сейчас скажу. Может быть, что это будет 85-й раз подряд. Одно и то же. Простите меня. Но это, правда, меня бесит. Вот эта история, да? Передача, которая называлась «Как остановить войну». Там сидят оппозиционеры российские и разговаривают о том, как остановить войну. И вы знаете, какое мнение я среди этого не услышал? Я не услышал мнения, что, чтобы остановить войну, им надо собраться, свергнуть Путина, желательно уничтожить его физически, всех остальных лидеров, захватить Россию и так далее. Я такого мнения не услышал. Они все, что обсуждали, как остановить войну. Ну, надо населенскому сесть за стол переговоров, надо населенскому все-таки Крым отдать хотя бы, ну, сами понимаете. Как остановить войну? Вы русская оппозиция, вы кто? Как остановить войну? Они нам рассказывают. Мы сами без вас придумаем, как нам. Вы собой займитесь своей страной, Россией. А то в Украине же тоже коррупция. Что? 29 739 человек. Попрошу сейчас всех, кто сейчас на стриме, оставаться хотя бы две минуты еще подряд, чтобы нас стало 30 тысяч. А я прочитаю вам еще некоторые ваши вопросы и ответы. Мария Ханникуки пишет. Паня Михайло, ведь початку войны вас еще больше побелила борода. Дякую за вашу працу и завжди гарный настрой. Наверное, когда бывают и негативные новины, вы завжди тримаетесь на плаву Чекаема в Украине. Ну так, Мария, я всегда, когда какие-то новости не были, я не могу сказать, что у меня хорошее обязательно настроение, но оно у меня всегда боевое. Ну, так это, извините, моя черта характера. Я всегда все невзгоды встречал, так сказать, в боевом настрое. Я могу, конечно, впасть в панику, дрожать от страха, кричать «все пропало», зарыться под одеялом, но займет у меня это 30 секунд, после чего я встану и скажу «Так, а сделать мы с этим что можем?» Что мы можем с этим сделать конкретно? У меня все время в ответ на любые проблемы возникает один вопрос. Делать мы с этим что будем? Ну, правда, серьезно. У меня такая жизненная философия. Вот честно не знаю, откуда она у меня взялась. Но любую вызов, что будем с этим делать? Вот поэтому я, кстати, во все эти... Вот я... Мне иногда некоторые в интервью спрашивают какие-то вопросы, начинают какие-то дискуссии, а мне нечего бывает сказать. Потому что, когда это такие общие рассуждения, как вы думаете, а вот Камала Харрис, она будет, когда сейчас на выборы идти, она будет много уделять вопросам, внимание, там, иммигрантам из Мексики? Я говорю, да срать мне на иммигрантов из Мексики. Вопрос, что мы делать будем, если Камала Харрис придет в власти? Или что мы будем делать, если Дональд Трамп придет в власти? Вот это вопрос. А остальное для меня не вопрос. Нас 30 тысяч. Спасибо, что вы послушались. Ну, как бы, откликнулись на мою просьбу. 30 тысяч – это всегда радостная такая цифра. Я очень рад, когда нас набирается 30 тысяч. Кстати, про Дональда Трампа интересное пришло сообщение. Кто-то из вас написал. Вот, 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 вот. Юлия Агуревнина. Пан Михайло, як вы уважаете? Чему Трамп говорит дурнице, то разводит демагогию. Своего метод выиграть и выбор, и чей винт уже трохи в неадеквате. Юлия, вот сегодня для меня Трамп снова как-то сказал такую очень странную фразу. Он сегодня выступал и сказал, что, говорит, если Байден ментально, как бы, тю-тю, сейчас, то, говорит, Камала Харрис такая родилась, ментальная повернутая, то есть психбольная. Это Трамп говорит про свою конкурентку. Что его конкурентка психически больная. Ну, мне кажется, что в цивилизованных странах как-то так не должно быть. Просто не должно быть. Что есть границы у этого всего. Ну, вот, даже я, посмотрите, мы на войне, да, мы на войне. Хорошо, я не воюю, я не на фронте. На словесной войне. Ну, мы не набрасываемся на наших оппонентов, кроме как на Путина. Мы все-таки апеллируем к словам их. Разбирай тезисы Камалы Харриса, а не скажи, что она психбольна. Это даже, ты же религиозный человек, Иисус запрещает. Иисус запрещает в Нагорной проповеди сказать про человека, что он безумен. То есть отрицать его напрочь. Требует разбирать все его слова, а не отрицать напрочь. Иисус. А Трамп говорит, она психбольна. Это сегодняшнее заявление. И зал радуется, зал ржет. И Трамп доволен, что зал ржет. Вот это мне, честно... Вот мне сегодня возникло от Трампа ощущение, я же никого не агитирую за советскую власть. Но сегодня, когда смотрел вот этот кусок выступления, у меня возникло нехорошее чувство. Вот вы спрашиваете, что с Трампом? Да нет, ну, конечно, он в здравом уме перестанет. Но у меня возникло чувство, что он набирает, как будто очки не в предвыборной гонке, а в шоу-бизнесе. Как будто ему надо выступить так, чтобы понравилось публике. И он считает, что то, что как будто бы, я не знаю, почему так, что если сейчас понравится публике в зале, то это хорошо для выборов. Ну, или он забыл про выборы как бы. Что он как бы на эту публику, публика же ржет, публике нравится. И он запаляет сам себя. Ну, вот я, когда опять-таки раньше играл, я во все эти КВН, выходишь, начинаешь что-то говорить, иногда экспромтом, да? И смотришь, публика ржет, и ты дальше идешь, дальше поднимаешь этот градус, поднимаешь, поднимаешь. И ты не следишь за... Ну, ты же не в президенты идешь. Поэтому тебе надо, чтобы сейчас поржали, тебе все равно, что завтра подумают. Тогда еще даже видео на телефонах не было, никто не мог завтра сказать, что Шетельман там со сцены что-то сказал. Да и ты без имени, ты обычный игрок команды КВН, у тебя имени никакого нет. А у Трампа-то есть имя. У меня такое ощущение, знаете, что он, как будто выступая, не думает, что все его слова собираются потом в одном месте. И что можно взять и все это тупо отследить, и собрать все вместе, и сказать, подожди, как так-то? Как будто он не верит, что его можно поймать на противоречиях. Что человек, который в четверг сказал, что Украины не существует, и все ее прекрасные города разрушены, на следующий день принимает приглашение Зеленского приехать в Украину, говорит, что он поддержит Украину и поедет в Киев, в прекрасный город. Так Украины не существует, куда ехать. И вот такое ощущение, что он живет как бы в эпоху до интернета, что ли, да? Что там, а сказал одно, там другое, там третье, а то, что все это вместе кто-то способен увидеть, он не верит. Либо он верит, что американцы все как бы не очень это соображают, что происходит. Но отвечу вам еще как бы на один незаданный вами вопрос. Вот очень многие говорят о том, что, как бы вам сейчас сформулирую, что, мол, не смотрите на то, что говорит Трамп, смотрите на его дела. Ведь это Трамп ввел санкции против Северного потока 2. Ведь это Трамп дал джавелины. Есть такое дело? Есть такое дело. И я каждый раз, вот знаете, последний раз это было в джакузи с этим моим голландским другом в Бухаресте, который говорит, ну посмотри, что Трамп сделал. Он же сделал вот это, раз, два, три. Что ты слушаешь, что он говорит? И вчера мне ответ дал Дмитрий Быков в своем интервью. Не мне, в смысле, он дал в своем интервью, но я схватил ответ. Говорит, вот сейчас многие апеллируют к тому, что смотрите, что Трамп делает, а то, что он говорит, какая разница. А слова президента США не менее важны, чем дела, а зачастую важнее. Ну что весь мир слушал, что говорит Путин-то? Слова Путина были важнее, чем его дела. Слово президента США может убить больше людей, чем атомная бомба. Понимаете? Слово президента США. Потому что, когда Израиль убил Насралну, то президент Байден может сказать, вау, поздравляю Израиль с уничтожением Насралны, а может сказать, я возмущен тем, что убили добропорядочного мужчину, отца пятерых детей из города Бейру. И это полностью изменит ситуацию на всем Ближнем Востоке. Вот когда Лавров тут поздравил, нет, он не поздравил, наоборот, Лавров выразил соболезнование родным и близким покойного Насралны, то всем и Насрална глубоко на то, что выразил там кому Лавров, естественно. Простите, но заметь, я впервые пошутил про фамилию Насралны за весь сегодняшний вечер. Но слова президента США способны убить больше людей, чем атомная бомба. Трамп Задорнова досмотрелся, Маск перевел, сказала Далва Витте. Да, возможно. Задорнов, кстати, да, интересный был человек. Вот он тогда ударился в эту тему с американцами, смешные американцы, ***, все такое. Но ведь Задорнов до этого был реально смешным человеком очень. Я ходил на концерты, я ржал ужасно. Это было так смешно. И он был, до того, как он стал вот этим уже перед смертью, такой, человеком одной темы про американцев ***, он много смеялся над собой, над нами, над нами, над советскими людьми. Помните, мы все из Чичичипи. Когда там на майке у человека было написано СССР, то в Италии там ему прочитали Чичичипи. И Задорнова был концерт, по-моему, даже концерт назывался «Мы все из Чичичипи». Веселый был. Ну, человек был сам не веселый, кстати. Я с ним был знаком там тогда. Ну, он же в Латвии жив. Но, ну, так, знаком в смысле. Пару раз видел. Но, мне кажется, он был глубоким человеком. Не поверхностным. Ладно. С Трампом я на этом заканчиваю. Мне кажется, что это очень опасный, короче, тренд. Не понимать. Вот как это. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Но когда ты президент США, то ты должен предугадывать, чем твое слово отзовется. Этим ты отличаешься от остальных. И ты должен это понимать. Вот мне кажется, кстати, что Зеленский смог за время войны сделать такое изменение. Он же был типа КВНщиком. Ну, тут пошутили, тут пошутили. И что он там говорил в начале, до войны, будучи президентом, почему его рейтинг сегодня падал, да? А за время войны он понял, что его слова имеют огромный вес в мире. И он стал ответственным. Он допускает ошибки, бывает. Но в целом уровень ответственности за слова у него вырос. И именно поэтому, я думаю, шутку про то, что первыми о том, что нам дали разрешение бить по территории России, узнают жители России, сказал не сам Зеленский, а его пресс-секретарь. Чувствуете разницу? Людмила Басенко спрашивает, а почему Америка не стала всемирным изгоем после Хиросимы и Нагасаки? Это отклик, я думаю, Людмила на мою фразу с пятничного выпуска, что если россияне применят ядерное оружие, они станут всемирным изгоем. Америка не стала всемирным изгоем, потому что тогда никто не понимал, что такое ядерное оружие. То есть, грубо говоря, американцы не ведали, что творили, что они применяют ядерное оружие. Во-первых, ну, там было несколько факторов. Первое, они благодаря этому ядерному оружию остановили страшную войну мировую, которая длилась 6 лет. Остановили. Вот если сегодня Америка применит ядерное оружие против России, чтобы остановить войну. Ну, представьте себе, Америка возьмет и ударит по, не знаю, Кремлю. Когда там будет находиться Путин и будет проходить Совет Безопасности. И ударит атомной бомбой, чтобы все это к черту разнести. Станут ли американцы изгоями в этот момент? Нет, не станут. Это же понятно, что уничтожено гнездо террористов. Как Израиль не станет изгоем от того, что он убил Насралу и весь его штаб. А вот если ты в агрессивной войне применишь атомную бомбу, это будет впервые в истории, если это сделают россияне. Вот тогда они станут изгоями. У них не будет никакого оправдания этого. Никакого. Для всего мира. Для всех. Все понимают, что эта Россия напала на Украину. Никто не сомневается в агрессивном характере этой войны. Никто не сомневается в агрессивном характере этой войны. Поэтому они станут изгоями. Американцы не стали, потому что это была война, где была агрессия со стороны японцев. Раз. Второе. Тогда не было интернета, кстати говоря. Представьте, что если бы у нас из Хиросимы в тот же день Невзоров выложил бы все видосики, вот в тот же день, вот разбомбили Хиросиму, и не через 20 лет мы узнаем, и не через, сколько я был в Хиросиме, через 57 лет после ядерной бомбардировки. И я увидел какие-то вещи в музее, а если бы мы это увидели не через 50 с лишним лет, а через 2 минуты на канале Невзоров мы все это увидели, вы представляете себе? Другой был бы эффект, изгоями мы быстрее стали, и кстати все бы знали, что это сделали россияне, вот я думаю в этом все дело. 31 тысяча нас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Штальбан. Кстати, хочу поблагодарить всех вас, друзья мои, всех, кто откликнулся на мою просьбу в пятницу. Очень многие из вас задонатили, пожертвовали средства на баскетбольную команду «Киевские львы». Баскетбольная команда была, это команда на инвалидных колясках. Там 70 на 30, 70% это наши военнослужащие, которые получили ранения на фронте, остались без ног или у кого там позвоночник не функционирует. 30% это те, кто получил травмы на гражданке, там их основатель, он получил травму в шахте, шахтер из Донецка, по-моему, из Донецка. Очень много военных, они мне прислали видео, я в телеграме рассылал это видео, и я решил в ютуб не вмонтировал свой выпуск, я не делаю этого, когда военные просят деньги, ну, военные, инвалиды войны просят деньги, мне кажется, что не надо вставлять ролик, я за них попрошу, я от себя. Не надо, чтобы они просили, я. И вы откликнулись, нужно было собрать 315 тысяч гривен, собрано 360, по-моему, сейчас точно не вспомню, короче, полтора раза больше собрано, чем надо было. Спасибо всем большое, ребята, зарегистрируюсь на турнир, там срок регистрации был 1 октября, они успели, аж послезавтра истекал срок регистрации на этот турнир в Литве. Турнир в октябре уже. И я вас, конечно, буду держать в курсе, спасибо вам. Ну, мне кажется, что... Мне кажется, что после того, как вы так требовали от меня говорить о Паралимпиаде, я имел право с такой просьбой к вам обратиться. Андрей Проскурий Пешзеленский стал не президентом Украины, а президентом демократии в мире. Ну, вы знаете, Андреев, отчасти я с вами согласен, но я скорее расскажу, лидер свободного мира, есть такая формула, лидер свободного мира. Причем лидер скорее духовный, чем физически, конечно. У Зеленского нет бюджетов, триллионов долларов у него нет, своих самолетов нет, своих ракет нет, чего уж там, ну, кроме Паляныца. Но в плане ценностей, да, он лидер свободного мира в плане ценностей. Это так, это так. Ну, и, конечно, хотя я считаю, ну, опять-таки, мы сейчас говорим, Зеленский подразумеваем украинский народ, украинский народ, лидер. Но пока в лице Зеленского. Завтра это будет другой президент, будет в лице другого президента. Мы, по-моему, не заморочены на том, чтобы у нас был один какой-то человек. Про Швейцарию, наверное, сегодня не буду рассказывать, завтра расскажу, лень время тратить. Там не так интересно, но вы знаете про саммит мира и так далее. Пойду лучше дальше по вашим тезисам. Что я еще не осветил? Сейчас посмотрю. Что я еще пропустил? Есть у меня выписаны еще ваши вопросы. Один момент, один момент. Так. Вот. Марите Силине пишет. Ну, как вы поняли, Марите и Мурис. Мурис – это кот, а Марита – это сама наша зрительница. Вот так с таким обращением ко мне выступила. Ну, кто не понял, чего уж там. Да, я думаю, вы все догадались. Игорь Сорочинский спрашивает. Хотел бы у вас спросить, есть ли у вас какая-то информация по бывшему министру иностранных дел Кулебе? Информации нет, но. Я вот сказал тогда вначале, что ну всяко сейчас Кулебу назначат каким-то послом куда-нибудь. Но с тех пор у меня возникли некоторые легкие сомнения. Объясню, почему. Потому что Зеленский, отвечая на какой-то вопрос, когда меняли этих министров, он сказал, что говорит, я не могу вам отвечать на вопрос о том, где собираются трудоустраиваться бывшие министры. Я же не слежу, где они будут работать. Где захотят, говорит, там и будут работать. Вот так высказался в таком духе Зеленский. И я подумал, что может быть, это высказывание относится к Кулебе. Может быть, у меня нет данных. Но это возможно. Потому что может быть, что действительно, как бы, ну скажем так, это все в случае, если у Зеленского есть серьезные претензии к работоспособности Кулебы. Я не знаю просто, есть это или нет. Но он так исчез с радаров, как говорится, резко Кулеба, что может это про него говорил Зеленский. Может он действительно уволен, так сказать, не в рабочем порядке, а из-за каких-то именно вещей, которые Зеленскому не понравились. Не, я тут не подразумеваю никакую зраду. Я имею в виду скорее, что, ну, не знаю, не устроил стиль работы. Ну, человек должен поменяться. Ведь я уже устраивал все эти годы стиль работы. Что-то могло поменяться у Кулебы в жизни, я просто не знаю, не знаком с ним, не знаю ни для чего. У Кулебы в жизни могло что-то поменяться, и могло поменяться его. Его стиль работы мог измениться, и это может не устраивать Зеленского. Вот дальше есть вопрос, который... Который давайте я оставлю на последнее, да? Не на сладкое, на горькое. Простите, слушайте, я придумал такую хорошую, как мне сейчас кажется, шутку, да? Шутка в чем, что, ну, знаете, когда обедаем, мы что-нибудь оставляем на сладкое. Но у нас сейчас война, и новости у нас чаще всего плохие, да, и тяжелые. Поэтому нас оставляют на горькое, на горькое. Вот очень важный вопрос я оставлю на горькое, то есть напоследок. А сейчас сначала пару сладеньких ваших писем зачту. Витаю, Михаил, спасибо за классное видео из Бухареста. Было Чаушеску, это круто. Был в мае в Румынии, посетил парламент, замок Дракула, а в этот музей не додумался. Вы знаете, Игорь, да, это к чему все это говорит Игорь Рак? Так, я вчера, кто еще пропустил, выложил фильм из дворца Чаушеску. Ну, как дворец? Дворец, они считают, что это дворец. Не тот, который был у меня посреди недели. Не дворец парламента, а личные хоробы. Чаушеску, где он жил с женой с тремя детьми. И вот оттуда я снял небольшой фильмец. Вчера он вышел в субботу. Внепланово, так сказать. Я вообще пытался снять пять минут, как всегда, везде. А получилось 25, поэтому я сделал из этого отдельный фильм. Я просто, Игорь, в Румынии был до этого однажды. Я ходил в горы в Румынии, в Карпаты ходить по горам. И поэтому я замок Дракулы раньше еще как бы успел. Лучше там тоже в горах, в том регионе. А тут я был по делам сейчас в Бухаресте. Был достаточно долго, поэтому было время на всякие необычные вещи. Ну как, дела же днем. А с утра свободен, вечером свободен. Поэтому сходил в музей. Ну вообще я люблю посещать политические такие, как бы, так сказать, места. Ну что мне обычное, да, смотреть. Мне хочется вот как-то то, что связано с историей живой. Живой Чаушеску для меня живая история. И его дом мне поэтому важен. Как я ходил в дома Ганди, например. Или Зигмунда Фрейда. Или Камингуэя на Кубе, да, Ганди в Индии. Вот такое я люблю. Я чувствую тогда про этого человека многое. Я в этом доме Чаушеску узнал о нем больше, чем из всех книг. Хотя, казалось бы. Спасибо, Миха... А, дальше Ольга. Это из комментариев ко вчерашнему этому видео. Ольга Шермакова пишет. Спасибо, Михаил. Концовочка пробрала. Сколько горя нужно перенести простым людям, пока их отец нации пройдет свой путь от роскоши, признания неограниченной власти до кусочка мыла. Почему все это про кусочек мыла? Потому что я заканчиваю свой фильм тем, что показываю, как из Чаушеску сделали мыло румыны. Сделали мыло. Ну, еще один комментарий. При Савдепии румынская мебель была дефицитом. Одна из дорогих и качественных. Да. Это как раз о том, что... О том, что я сказал, что вся мебель во дворце Чаушеску не итальянская, как некоторых Путиных, да? И унитазы не из Дубая, а все местных мастеров. Ковры карпанские местных мастеров, мебель румынская местных мастеров. Вот так жили диктаторы прошлого. Обратите внимание. Все отечественное. Вот у советских лидеров были польские стенки. Польские. И румынские гарнитуры. А у румынских лидеров тоже румынские. Чувствуете разницу? Поэтому румыны свои самолеты даже делали. Гражданские, кстати, не военные. Ну и вот то, что я обещал оставить на горькое. Письмо от Григория Прохорова Лукина. Точнее, писем 2. Писем 2. Ну это комментарий к сегодняшнему сейчас на стриме. Добрый вечер. План победы лопнул. Что дальше? Искусственный интеллект говорит, что война в Украине закончится в 28-29 году. А урегулирование с сохранением территории Украины будет достигнуто лишь в 2030 году. Ваше мнение. Григорий, первое. С чего бы это вы взяли, что план победы лопнул? Это вы начитались, сами понимаете, чьей прессы, видимо. Потому что Блинкин сегодня сказал, что мы, первое, изучаем план победы. Второе, что на следующей неделе, нет, в октябре, через 2 недели, Байден летит в Германию, на Рамштайн, по-моему, лично он летит. Там будет Зеленский, скорее всего. И они же не должны были на месте. Принес он план победы Байдену. Принес, положил на стол. Байдену что должен был? Прочитать, сказать, одобрям, ставьте мне печать. Я сейчас поставлю это личное клеймо. Выделить все, что нужно. Ну нет, конечно. Они взяли почитать план победы. И мы же полгода писали, или сколько там, несколько месяцев. И в октябре, когда я забыл, какого числа будет встреча в Германии Байдена с Зеленским, согласно словам Блинкина, будет ответ на план победы. Поэтому никуда он вообще-то не лопнет. Извините. Дальше, говорит, искусственный интеллект говорит, что война в Украине закончится в 28-29 году. Но я вот сейчас был на конференции по искусственному интеллекту в силу своих производственных обязанностей. Я вам скажу, что, ну конечно, искусственный интеллект, все это бессмысленно спрашивать, бессмысленно задавать такие вопросы. Объясню почему. Вы, кстати, поставьте пока лайки, нам до 20 тысяч лайков не хватает каких-то жалких, там, 608. Потому что, извините меня, но искусственный интеллект опирается на нас, на все, что мы говорим. То есть он послушал Арестовича, послушал Латынину, и из этого сделал выводы, искусственный интеллект. Шутка. Понимаете? Ему не нужно опираться в этом вопросе. И вообще война – это хаос второго порядка. Не первого порядка, а второго порядка. В хаосе второго порядка вы имеете возможность предсказывать только проценты вероятности окончания войны в том или ином году. Но не называть год, когда она закончится. То есть, например, это некое гауссовое распределение. С вероятностью 5% война закончится, например, в 2024. С вероятностью 18% в 2025. С вероятностью 22% в 2026. Ну, например, да, это распределение. А не война закончится в 2028. Это не имеет смысла математического. В хаосе второго порядка это не имеет смысла. А вот в космосе имеет, то есть, когда у нас есть порядок, когда все молекулы движутся по определенным траекториям, мы можем вычислить их в будущее местонахождение. Вычислить. То есть, мы могли бы использовать мощности вычислительные, мы бы все определили. Но не так. Хаос второго порядка. Чем отличается от хаоса первого порядка? В хаосе первого порядка мы вообще не можем никак вмешаться в результат. А в хаосе второго порядка удивительным образом можем. Даю сравнение. Хаос первого порядка – это погода. Вот погода – это хаос первого порядка. Мы не можем предсказывать. Поэтому все наши гидрометцентры, как вы понимаете, сплошные гидры. Но когда мы даем прогноз погоды, это не влияет на погоду. Чувствуете, да, мысль? То есть, если мы скажем с вами, завтра в Израиле выпадет снег. Это наш прогноз. Он как-нибудь повлияет на погоду? Нет, не повлияет. Это хаос первого порядка, когда наши прогнозы не влияют. А хаос второго порядка – это, например, биржа или война, где наши прогнозы влияют на поведение этого хаоса. Например, вот биржа, там скачет график какой-то, и тут выходит Уоррен Баффет. Он говорит, я считаю, что в следующем месяце акции компаний, которые производят Кока-Колу, страшно вырастут. Акции компаний, которые производят газированные напитки, страшно вырастут. И так как Уоррен Баффет очень уважаемый человек, его прогнозу доверяют. И люди начнут вкладываться в эти акции. И так прогноз Уоррена Баффета отразится на цене акций разных компаний. Хотя он просто сказал прогноз. Но этот прогноз отразится на будущем. Так и здесь. Если выйдет, когда выходит Трамп, и говорит, я считаю, что у Украины нет шансов против России. Это влияет на исход войны. Казалось бы, при чем-то. А вот влияет. Потому что в этот момент, ага, сидят немцы такие, немецкое правительство, и говорит, какая вероятность, что Трамп станет президентом США? 45 процентов. 55, что Камала Харрис, 45, что Трамп. И правительство Германии говорит, ну смотрите, значит, если Трамп придет к власти, то он считает, что Украина проиграет, значит, он не будет давать оружие. Так зачем мы сейчас будем закладывать на 2025 год в бюджет больше, чем 4 миллиарда долларов на помощь Украине, если может оказаться, что там Трамп президент, и тогда мы зря потеряем наши деньги. Давайте сейчас заложим 4 миллиарда, а потом, если Трамп проиграет, тогда вот так прогноз... А из-за этого мы не получаем оружие вовремя. И из-за этого мы действительно начинаем терять город за городом на Донбассе. Ну хотя мы не теряем. Там Авдеевку теряем, да, условно говоря. Из-за этого. Вот так вот это работает. Поэтому слова важны, и слова прогнозы меняют потом поведение. И внутри вашего же вопроса содержалось вот это. А урегулирование с сохранением территории Украины будет достигнуто лишь в 2030 году. Да, Григорий. А вот здесь я с вами согласен в каком смысле. Я, посмотрев на всю эту войну, на то, как она длится, понимаю, что урегулирование, в рамках которого Украина получит все свои территории в рамках международного законодательства, действительно займет не один год. Я в это вполне верю. Я в это верю. Любое там перемирие, шмиремирие, все что угодно, может еще по дороге случиться. Этот путь по возвращению наших территорий, к сожалению, будет долгим. Он неизбежно приведет к полному восстановлению территориальной целостности Украины. Неизбежно. Потому что если какие-нибудь там поганые швейцарцы заставят нас подписать какой-нибудь поганый там договор о перемирии с русскими, то наши партизаны, наш гур продолжат уничтожать российских оккупантов в Крыму все равно. Партизанская война не закончится. Ничего не закончится никогда. Им никогда не будет покоя. У россиян земля украинская будет гореть под ногами, несмотря на любые договоры. Если Трамп заставит нас подписать что-нибудь с русскими, как он говорит, Дил, он не отказывается подписать сделку. Трамп, у него будут инструменты, чтобы заставить нас подписать сделку. Будут такие инструменты, если он станет президентом, если он захочет. Будут. Финансовое давление, военное давление. Будут такие инструменты. Заставить подписать можно. Но заставить украинцев отказаться в душе от своей земли, от Крыма, от Донецка, от Мелитополя, который мы сегодня упоминали, от Мариуполя, никто не заставит. Зоя спрашивает, Михаил, расскажите о Левензоне, с которым вы играли в КВН. Ну, Ян Левензон, когда-то его все запомнили, он был ярчайшей звездой команды КВН Одессы. Потому что он выступал там с монологами, с зеркалом. Красиво, красиво. Вся сила в красоте, говорил Ян Левензон. Ну, а потом, когда мы все приехали в Израиль и стали делать команду в сборную Израиля, я был, я играл, ну как, тут была всего одна игра, такая между двумя университетами. И там Ян Левензон нас увидел и позвал с этой игры в сборную. Ну, видимо, с ним связался Масляков, я так понимаю, что надо собрать сборную. И он меня позвал с этой игры в команду сборную Израиля, за что я ему очень благодарен, Яну, конечно. И я поиграл у него. Вот и все, что я могу о нем сказать. А дальше он вел передачу 7.40 на израильском телевидении, который сейчас называется «Девятый канал». А что я вам расскажу еще про Яна Левензона? Вот и все, пожалуй, что я могу про него рассказать. Все. Наверное, знаете, что меня напрягает? То, кто поддерживает Украину и поддерживает Израиль. Наоборот, почему так? Ир, это не так. Ир, перестаньте. А, если вы про политиков иностранных, тут, может быть, соглашусь с вами, да. В этом смысле, да. Но зато мы, украинцы и израильтяне, должны быть вместе. Вот во что я верю. И здесь, в Израиле, я постоянно встречаю друзей Украины, украинские флаги. А российский один поганый видел сегодня. Очень хотелось его того. А на чем он висел, сами догадаетесь. Не буду упоминать. Но в Тель-Авиве было дело. Продолжение следует...